Привет, друзья! Вот только послушайте. Это очень вам поможет, потому что есть люди, которые страдают психосоматическими нарушениями и не всегда понимают, откуда они появляются. Есть люди, которые очень высокочувствительные, очень тревожные, очень мнительные. И когда у них возникает какая-то ситуация, ну, стрессовая, например, от воображения их многое зависит, потому что они высокочувствительны, тревожны, то есть постоянно себя перепроверяют, как они себя чувствуют. При этом 30%, как я обычно считаю, из многих, так сказать, статистических данных, легко входят в трассовое состояние. Представьте себе, когда у них, например, появилась какая-то идея вслед за тем, что был какой-то стресс, какая-то неприятность, и они легко входят в транс, и они начинают себе воображать, воображать, воображать. То есть у них происходит транс, это что такое? По моей модели работы мозга, это фиксированное внимание, то есть монодоминантное состояние работы мозга. Одна доминанта, все остальные отключены. А доминанта, как известно, способна к генерализации, то есть охватывает работу всех органов и систем. И таким образом получается, что гипнотическое состояние. То есть представьте себе, человека загипнотизировали, ну, образно говоря, образно, и ему внушили что-то. А его внимание фиксировано. Потому что транс это фиксация внимания, зацикленность. Другими словами, сосредоточенность. То есть он сосредоточен на том, что ему будет плохо. Фиксировано на этом. И никакой здравый смысл ему здесь не помогает. В данном случае. Я как раз хочу помочь именно для таких чрезвычайных ситуациях, когда человек в тревожности, фиксация внимания на негативном исходе ситуации, и когда он пытается выйти из этого состояния. И как это сделать? А для этого я вам напоминаю, гуляет по интернету совершенно бесплатно. Моя первая книжка, которая называется «Ключ к себе», которая была еще в 90-м году. Массовым тиражом. Издательство «Молотая квартира». И там есть глава. Моя жизнь стала богаче. И писала Елена Полякова. Я прямо ее часть туда вставил, ее письмо. И она писала о том, что она... Елена Полякова, мастер спорта СССР по теннису. Аспирантка была тогда в лаборатории психологии центрального НИИ спорта. И она рассказывает. Вот. Рассказывает. Вот. Видите? Елена Полякова. Вон. НИИ спорта. Она рассказывает. Значит, что она приехала в Махачкаву с письмом от «Уском спорта СССР». Я тогда в Махачкале работала. Которым содержалась просьба помочь мне в освоении методики саморегуляции с целью ее возможного использования спортсменами при ботокотловке к Олимпийским играм в Сеуле. И дальше, дальше, дальше. И вот она рассказывает два случая. Что она... Ну да. Она там пишет, что по китайской гимнастике с Гусейным Магомаевым там мы встретились. Ну, который потом стал основателем школы «Пять сторон света», у которого чемпионы все золото забирают. Столько детей там на чемпионатах мира по уши санда. Ну ладно, не будем отвлекаться. Но тут очень интересно, что она... Махачкале ей пришлось не только демонстрировать известный фокус, в кавычках, вроде обезболивания кисти руки, как ложиться между двумя стульями, там мостик она делала. Ну, в общем, она много рассказывала, как она с помощью саморегуляции управляла своим механизмом. И потом, значит, она рассказала вот эти два интересных случая. Это очень важно. Она, значит, в первом случае, мне удалось выиграть, вытащить совершенно безнадежный матч, в котором я проигрывал со счетом 4-6-2-5. Играть с такого счета. А тут умудрилось закончить матч со счетом 4-6-7-5-6-3 и стать победителем всей зимнего открытого чемпионата РСФСР. Ну, один случай. Так, второй случай. Очень странный. Вот сейчас мы приближаемся к психосоматическим нарушениям. Как-то произошел очень странный случай, который заставил меня задуматься об опасностях легкомысленного применения методики саморегуляции. Все началось с того, что однажды я сильно устала за день. Устала. А вечером перед сном, как всегда, решила позаниматься по методике саморегуляции для поддержания общего тонуса, а заодно, чтобы скорее заснуть. Но именно потому, что я устала, мне стало лень придумывать программу для осуществления ее в нейтральном состоянии. То есть она, переходя в сон, о котором я всегда говорю, переходное состояние в нуле, когда она не подумала о программе, что она хочет получить позитивного. И я решила, что дам там полную свободу непроизвольным движениям своих рук и ног, куда бы они ни двигались, и представляла себе бесконтрольность этих движений. Во-во-во-во-во. То есть она представила негативную программу, входя в сон, потому что была очень уставшая. Ей было лень подумать о том, что ей будет хорошо. И она подумала, как подумала, выйдя из состояния, сразу же легла спать, и тут же заснула. Умывшись утром, я вошла в свою комнату за какой-то вещью, и вдруг почувствовала, что не только не могу её взять, а просто не в состоянии сделать шаг. Естественно, меня обувил жуткий страх. Лицо стало белым, я не могла удержать равновесие, и как бы так неуклюже упала на пол, и даже не могла увернуться от двери, о которой больно стукнула с плечом. Больная же сразу привела меня в чувство. Я еле до пазла, до... Ой, извините, мелким шрифтом тогда печатали, да? Это я потом добился в очередных книгах своих, вот таким нормальным, чтобы люди с любым зрением могли читать. Так, сейчас, подождите. Это 90-й год. Бежала на кровать, легла и стала анализировать случившуюся ситуацию. Хорошо, что это был выходной день, не было необходимости куда-то идти, и родители оставались дома. После того, как я, наконец, поняла причину такой сильной раскоординации, я попыталась ее устранить, опять же, через нейтральное состояние. Но получилось это далеко не сразу. За ночь, вероятно, произошло закрепление непроизвольных движений. Только к вечеру мне удалось сломить сопротивление своих непослушных рук и ног. Весь день я провела в мучениях, чтобы правильно поставить ноги, чтобы сделать несколько шагов. С трудом дрожащей рукой подносила к корту чашку и несколько раз просила маму сделать мне массаж. Не буду описывать испуг и недоверие родителей, когда они увидели, что со мной произошло. Старались найти любые другие причины для объяснения моего нездоровья. Ну, кавычках. После этого я каждый раз тщательно продумывал двигательную программу перед использованием ключа в управляемом состоянии. Другими программами я не пользовалась. Не было такой необходимости. Упражнение с ощущением полета становилось все более поверхностным, особенно после того, как я стала сомневаться в себе. Сейчас использую ключ для решения элементарных задач для улучшения техники ударов в теннисе. И то в крайних случаях. Несколько ударов... А, нет, поскольку прошла волна новизны и затянули колоссальные житейские проблемы. Конечно, мне было небезынтересно посмотреть, какой эффект может получиться у других. Попробовала научить самоуправлению теннисистского международного класса Наташу Реву. С моей помощью ей сразу удалось настроить некоторые... Устранить некоторые неудобства в технике своих ударов, а также неуверенность при их выполнении. Несколько занятий провела с молодежной сборной СССР по современному пятиборью. По просьбе старшего тренера эффект не замедлил. Сказаться хотелось бы верить, что в этом действительно есть немножко и моей вины в кавычках. Пятиборцы завоевали звание чемпионов мира в командном зачете и серебро в личном. Все остались довольны. И опять-таки сложилось все на потом. Отложилось, да. Но в этом и закончился мой практический опыт. Мы все боимся того, чего не понимаем. Видимо, нужны более подробные разъяснения наших маленьких чудес. В чем же заключается это нейтральное состояние? Это состояние между чутким сном и бодрствованием. Такое легкое забытье. В обычной жизни может возникать непроизвольно. Один американский спортсмен определил его следующим образом. Теперь я понимаю, что именно это состояние, то положительное наркотическое состояние сознания, которое достигается в упражнении косвенным путем и непосредственно в процессе медитации. Метод саморегуляции, ну имеется в виду ключ, способствует моментальному погружению в это состояние, в то время как в аутогенной, психомыслячной, психотонической и другими разновидностями тренировок и медитации она достигается не сразу, очень неустойчивая. Быстро переходит сон и требует систематического и продолжительных занятий. Здесь же вызываемое состояние помогает и диаматурные движения, с их помощью контролируется и продолжительное состояние. Глубина саморегуляции, она пишет. О, наверное, вы уже устали слушать. Но это очень важно. У всех разное. У одного человека может быть различное в зависимости от 7-минутного настроения, физического тонуса, хотя со временем это тоже поддаётся регуляции. Эти упражнения диаматурные могут быть приспособлены в любом виде спорта для совершения технического мастерства. И так далее, и так далее, она пишет. Я убеждена в конце, пишет, что саморегуляция может во многом помочь человеку в трудной, напряжённой жизни. А человек должен быть счастливым, она пишет. Вот. Поэтому эта глава её, называется, «Моя жизнь стала богаче». И здесь вот как раз-таки очень хорошо сказано о том, как непроизвольное самовнушение себе на фоне усталости перед сном, раз координации она себе это нарушала, а потом она это исправляла, опять же, выходя на это нулевое состояние, представляя себе позитивную координацию. А ещё и добавили массаж и так далее, потому что она тогда не знала, как быстрее это сделать. Ну, а потом она много раз со мной на фильмах выступала и лежала между двух стульев, как она мгновенно вызывала у себя состояние, когда лежит между двух стульев и прогибается наверх, а это мост такой каталептический, все так удивлялись. Ну да, много фильмов мы с ней учебник сделали, Елена Полякова, если она будет смотреть наше видео. Столько лет прошло, это 90-й год, вышла книжка. Да. Я тогда ещё был такой полненький, симпатичненький, чёрненький, а сейчас такой молоденький. Ну, короче говоря, в следующем ролике я вам скажу ещё что-то интересное. Например, о том, как использовать вот эту лёгкую погружаемость в зацикленность, фиксированное снимание, то есть в транс, монодоминаде, как использовать эту тревожность для того, чтобы не негативные себе внушать своим воображением, а позитивные. Как выходить в чрезвычайных ситуациях и сложных стрессовых состояний и настраиваться на уверенность. Я это расскажу. И не забудьте, у нас как раз таки 12 апреля, День космонавтики, метод, который я создал в Центре подготовки космонавтов для космонавтов для вопросов адаптации к невесомости, преодоления страха и перегрузки. Как раз таки 12 апреля у нас вебинар «Как улучшить общее самочувствие и сон» в течение недели с помощью метода ключ. Не забудьте. Ссылка в описании под видео. До встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok